Десантники Теорию знал на отлично, практику пришлось познать в бою. Мы сначала очищали все населённые пункты от формирования. Очищали. И в течение, когда нас ввели туда, в течение трёх недель мы каждый день обрабатывали, проводили операцию. От бандитов очищали населённые пункты и выполняли задачу вместе с афганскими солдатами. Они шли на прочёстывание, мы окружали населённый пункт, блокировали и обеспечили проход. Мирное население выводили и афганские солдаты прочёстывали населённые пункты и бандитов задерживали. Они, где открывали огонь, они отвечали огнём, и мы поддерживали их, этих населённых пунктов. Таким образом, в течение трёх недель мы при граничных районах, в буферной зоне, очистили все населённые пункты. Постоянная опасность. Командиров душмана-снайпера убивали первыми. Приходилось снимать знаки различия, знать, запоминать каждого в лицо. Партизанская война, которую вели афганские сепаратисты, означала, что покоя и расслабления нет нигде. В этих условиях было очень трудно сохранять войсковые колонны, беречь чужие жизни тогда, когда своя собственная в постоянной опасности. Колонна идёт на файзобат, допустим. Колонна 400-500 единиц техники смешанной. Боевая техника, которая обеспечивает, на колёса, на автомашины и тамбадоны. Очень длинная колонна. Мы обеспечили опасные участки. Прикрывали. Бывали такие случаи. Нападают, бьют из гранатомёта. На коне подъехали, сопки обстреляли по нашей колонне, по первой машине, по средней машине и по последней машине. И сами ускакали назад. А боевая машина, БМП-1, они там не оправдали. Машина была очень хорошей, но на равнине. Пушка и пулемёт, которыми они снабжались, поднимались только на 45 градусов. Поэтому перед верховым маджахедом, стреляющим сверху, экипаж был беззащитен. Подграничники были единственным спасением для беззащитных колонн до появления новой машины – БМП-2. И там другие моменты были. Фальборта ниже опустили, потому что граната попадает, прошивает броню. Граната детонируется и погибает все, кто там есть в боевой машине пехотной. Потом нише, нише тонкое было на мине, особенно итальянские мины, они очень мощные. Взрываются на мине и всё, детонируются опять тоже. Все погибают. Многое Василий Петрович считает ненужным рассказывать. Честь армии и подвиг солдат для него непреложная истина. В подразделении Стюкова – жесточайшая дисциплина. Только она, как считает командир, помогла привести с войны всех солдат живыми. Раненые были. Но главная гордость, по словам боевого майора, ни одна мать не получила от него похоронки. Командовал я заставой. Застава называла рота. Застава – это рота. А потом меня заставой снимали, отправляли, куда-нибудь создают СБО. Командовали с войны боевым отрядом. 78 человек выполняли какую-нибудь задачу. Вот на «Нанабаде» был. Я 20 марта 1982 года на операцию получил тоже контузию. Потом стал плохо слышать. Попросил, чтобы меня в госпиталь отправили. «Нанабаде» потом дали команду. Я там долго не был, около месяца только. Господи подлетели в Душинбе. Вернулся, снова выполнял задачу. И потом в конце декабря месяца опять на другую точку перебрасывать. Куда бы ты ни попал, если эта война безопасна не бывает нигде. А если ты пограничник и у тебя есть боевая задача, то тем более. 13 февраля 1982 года прибыла колонна с Пянжа туда, к нам. Мы все соединились. Математгруппы и другие подразделения и так далее. Везли с отряда все, что необходимо, нужно для проживания. 130 единиц автомашин и боевой техники колонну мы должны были везти туда Тулукан. В последний день, думаю, вот уже осталось немного и так далее. Меня поставили впереди, походной заставе, везти эту колонну. Это очень сложно задаться. Вот, мы, значит, тронулись 9 часа утра. Шли, готовые открыть огонь в любой момент. Первая машина ствол вперед, вторая направо, третья налево и так далее. Те, кто воевал в Афганистане, называют это ласково, елочкой. Вдруг впереди стрельба, идет бой. Кого, с кем, кто стреляет. Подъехал начальник группы, бывший далеко впереди. Говорит, дядя Вася, у меня книжка была, дядя Вася. Вот. Там зажали наших гранатометчиков, СПГ-9, противотанковый взвод называется. Там СПГ-9, мощная техника. И минометчиков зажали. Вам задать, дядя Вася, давай, свои машины вставь, прикрывай их от душманов. Ведут огонь оттуда, в населенный пункт, а не по тем. Я дал команду своим замам и командирам машины. Расставить через каждые 100 метров боевые машины. И начали вести огонь, прикрывать. В это время минометная батарея, противотанковый взвод, загрузили все и в общую колонну присоединились. Дело к вечеру. Обстановку пока туда-сюда и дали команду, начинать движение. Подбили трех машин наших, душманы. Горят машины. Впереди, посредине и концы башни. Горят, а дорога узкая. Справа рисовое поле, а слева канал. Рык глубиной где-то около трех метров. Ни там не объехать, ни там объехать. Потом эту обстановку доложили начальнику отряда. Они в другом месте проводили операцию. Доложили ему, Романов Юрий Васильевич был такой толковый командир. Он меня научил там тоже. Подъехал, говорит, дядя Вася, давай прими все меры. Толкнуть эти машины, горящие машины, убрать с дороги. БМП проходит по лесовому полю, там где вода. А ПТР садятся. Они не могут пройти. Вот на заместительном поставил задачу первых. Он недавно приезжал ко мне, полковник Воронежа, живет сейчас. Давай, ну позвони у каждого. Толкайте эти машины, ворык. Пусть там догорают. Рискуя жизнью, майор Стюков справился с этой задачей, и колонна вышла из-под огня. Девять человек были ранены, двое тяжело. На место прибыли в 12 часов ночи. Спать пришлось в парке, потому что иного места новоприбывшим не нашлось. Некоторые заявляют, что на войне не страшно. Это немножко не тот человек заявляет, который был в бою. На войне страшно. Когда привыкнешь уже, когда снаряды разрываются, гранаты, пулечки сядут и там потом. Потом потихоньку привыкаешь. Тогда уже немножко, кажется, по-другому воспринимаешь. А так первое время, конечно, страшно на войне. В войне в Афганистане участвовало 62 тысячи пограничников. Они обижаются, когда люди, вспоминающие Афган, не упоминают этот род войск. А ведь любая колонна, движущаяся в те годы по Афганистану, находилась под охраной пограничников. Вспоминая, говоря о тех событиях, не забывайте пограничников. Они эту память заслужили. Афганистан Афганистан Продолжение следует...